Всем привет! Добро пожаловать на FreeStudio21.com Перед нами тема открытые и закрытые ударные слоги Что это такое, с чем это едят и так далее и тому подобное Я специально выбрала слова, типичные такие Которые одни читаются, вроде бы почти одно и то же А читаются они совершенно по-разному Вот возьмём и посмотрим Здесь звук Э, а здесь звук Э Кроме того, эта буква не считается Здесь звук О, а здесь звук О Тоже последняя буква не считается Здесь тоже О, а здесь это не считается, а это О Пинь, пайн Здесь звук И, здесь звук Ай И это опять не считается Винь, вайн Здесь опять звук И, здесь буква И не считается Это считается Ай Далее, мэл Майл Здесь И, здесь И, здесь Ай И это опять не считается Финь, файн Это И, это Ай Это не считается Можно посмотреть Ну, кто-то, наверное, скажет Подумаешь, большое дело Увидели букву И на конце, она не считается Дина считается, как в алфавите Так-то оно так Но дело в том, что давайте посмотрим дальше Если в этой паре, допустим, with White Здесь практически продолжение того, что у меня было Здесь такая же картина То обратите внимание, что здесь Mat Meter Здесь звук И, здесь звук Э И здесь уже как бы все читается, ничего не пропадает Далее идем Lamb Ну, здесь то же самое Lame А здесь у нас Lobster Здесь Э Здесь О А это Hypotenius Это Ай Это О Ну, здесь О, но он почти не слышен Дальше Э А дальше Ю Где же логика? Почему иногда Буква читается О Нормально Иногда читается О В середине слова И здесь буква Буква И Она такая вот тоже непонятно куда и как Hypotenius Как кто читает Тут, наверное, И все-таки правильнее Почему так? Дело в том, что в английском языке Существует правило Открытого и закрытого Ударного слога Это правило обязательно надо знать Правда, из него море исключений Но, как бы то ни было Исключения исключениями, но надо знать правило Открытый слог В нем Гласное Читается Как называется в алфавите Гласное Гласное В середине слога В слоге, скажем так Читается так Как называется в алфавите Так Как называется Как Называется В алфавите Как это понимать? Возьмем примеры из нашей И опять посмотрим внимательно Pen Pain Буква Эй Она называется Эй И звук она в открытом слоге тоже дает Эй Буква И Называется И И звук она в открытом слоге дает И Буква Ай Называется Ай И в открытом слоге она читается Ай Далее, буква Ю В открытом слоге читается Ю Ну, иногда У, но в основном Ю Ну, У это так Иногда бывает такое дело Далее, буква Оу Я не по порядку Читается Оу в открытом слоге Оу Что у нас там еще осталось? Буква Вай Ну, буква Вай очень специфическая Ее, строго говоря, даже гласной Можно назвать, наверное, с натяжкой Но я не буду вдаваться в подробности Короче, в открытом слоге она читается Ай Вай, ай, ну, похоже, почти Почти то, что надо Вот такой набор Вот это правило Вот это правило себе запомните Это правило открытого слога Единственная проблема Может быть, возникнуть Вы можете задать логичный вопрос А, собственно, как образуется этот открытый слог? Как я его узнаю в жизни? Ну, вот будет у меня там слово стоять Мидер Какой-нибудь Где здесь открытый слог? Как я знаю? Ну, да Посредине буква И И она читается как в алфавите И А почему эта буква тогда читается не И, а Э? И вообще Как я знаю, что здесь открытый слог? Теперь давайте посмотрим внимательно на это слово Что у нас имеется? Первая буква у нас Согласная Дальше у нас Гласная Дальше у нас Опять Согласная Дальше у нас Гласная И дальше у нас Опять Согласная У меня получается комбинация Согласная Гласная Согласная Гласная Вот этот меня кусок интересует Если у меня вот такая комбинация букв, значит это открытый слог. То есть он открыт. Здесь дальше стоит гласная буква. Все дело вот в этой «и». Вот она делает этот слог открытым. Короче говоря, если у меня будет последовательность «согласная». Перед этим там могут какие-то буквы стоять, это неважно. «Согласная». Дальше у меня будет идти гласная, неважно какая. Это уже десятое дело. Гласная. Потом в этой комбинации дальше за ней стоит опять согласная. Согласная. И дальше за нею опять гласная. То есть у нас последовательность «раз-два», «раз-два» и опять гласная. Гласная. И дальше после этой гласной там запросто может еще чего-то стоять, там может стоять опять какая-то согласная, потом там еще чего-то может быть. Это уже неважно. Меня интересует вот это вот, вот это звено в цепи. Вот если у меня есть такая комбинация в слове, это открытый слог. Запомните эту комбинацию. В этом случае вот эта средняя буква, вот эта средняя буква, она будет привилегированной. Она читается как в алфавите. Читается как в алфавите. Все остальные. Вот это может уже читаться как в закрытом слоге, смотря что там дальше стоит. Это уже неважно. Меня интересует вот эта средняя буква. Читается как в алфавите. Вот эта буква меня интересует. Вот она. Вот моя привилегированная искомая буква. И теперь, если я возьму слово, допустим, какое-нибудь там слово hope, то мне будет легко. Ну, я взяла легкое слово, поэтому тут не проблема. Первое согласное. Дальше у меня гласное. Дальше у меня опять согласное. И дальше у меня опять гласное. Последовательно соблюдается? Да. Вот моя согласная. Вот дальше моя гласная. Вот она. О, некрасиво. Сейчас я красивее нарисую. Вот здесь согласное. Вот это гласное, которое меня, собственно, интересует. Дальше у меня опять согласное. И дальше у меня опять гласное. Вот оно. И если такая комбинация у меня есть, нет проблем, вот эта вот буковка будет у меня читаться оу, а не о. Можно взять пример более сложных слов. Можно, допустим, там, пьюпл. Вот вам, пожалуйста. Что у нас здесь? Здесь, опять же, согласное, гласное, согласное, гласное и согласное. У меня здесь два слога. У меня один слог открытый, а второй закрытый. Почему? Потому что здесь у меня, вот здесь, вот эта комбинация мне подходит под мое правило. Вот эта, которая выше. А вот эта комбинация, вот что здесь стоит. Вот это дело уже, извините, это закрытый слог. Здесь другая последовательность. Поэтому я здесь не могу читать «ай» как «ай», я ее читаю как «и». Следовательно, закрытый слог – это просто другая комбинация букв. Букв закрытый, он закрыт, закрыт согласными, со всех сторон. Закрытый слог. В закрытом слоге, как буквы читаются, надо запоминать. Поэтому, если кто-то из вас интересуется, как какая буква читается в закрытом слоге, можете посмотреть ролик про алфавит. Там я называю все гласные буквы, но, в принципе, я и сейчас их все назову. Буква, буква «эй», сейчас я выберу себе какой-то цвет. Буква «эй» читается «э», буква «и» читается «э», буква «ай» читается «и». Далее, буква «оу» читается «о», буква «вай» читается вообще, как попало, она обычно. «И» читается, но она очень редко в закрытых слогах, ну, как бы то ни было. Она будет вызывать звук «и», но вы ее очень редко будете встречать. Это чисто теоретически так. И буква «ю» будет читаться «а». Это просто надо себе запомнить. Запомните это, и у вас все будет нормально, вы будете знать, как что читается. Закрытый слог, как мы только что видели, это тоже определенная комбинация букв. И у меня будет такого рода картина. У меня будет... тут какие-то буквы еще могут стоять перед этим, я не знаю, это меня не интересует. Дальше у меня согласная. Согласная. Вот она. Согласная. Дальше у меня гласная. Гласная. Какая-нибудь из этих вышеуказанных. Далее у меня опять согласная. И все. Дальше у меня тема обрывается. Здесь иногда еще бывает, если слово сложное немножко, может быть еще одно согласное. Запросто. Вот здесь еще одно согласное может стоять. А может и не стоять. Это дело такое. Слово может быть из трех букв и может быть закрытым слогом. Например, слово «пить» или «пин». Вот, пожалуйста, что у нас здесь? Здесь у нас согласная, гласная и согласная. И все. И слов закрытый, поэтому «ай» я читаю как «и». А если я возьму слово, например, «дет», «дет», «долг», здесь у меня какая картина? Здесь у нас согласная, гласная, согласная, согласная, согласная. Раз и раз. «Дет». Да, оно вроде как не считается, но это не важно. Они же стоят, все равно какая разница. Или, например, там, ну не знаю, чтобы еще такое придумать. Так, я сейчас думаю, чтобы не было дифтонгов. Ну, скажем, «стемп». О, замечательное слово. О, идеальный вариант. Просто идеальный. Здесь у нас согласная, согласная. Вот тут вот какие-то буквы могут стоять. Вот она здесь. Далее наше интересное гласное, которое «эй», но читается «э», потому как слов закрытый. И дальше у нас опять согласная, согласная. Все как здесь. Вот оно, вот оно. А это вот здесь. Вот оно. И вот это сюда. Это, ну и вот это. Вот такая картина. Поэтому, когда вы видите слово, посмотрите внимательно на комбинацию букв. И у вас многие вопросы сразу решатся сами собой. Естественно, что сразу это, ну, достаточно сложно. И вам потребуется, наверное, поупражняться в чтении. Если с чтением проблемы, то надо поупражняться. Для этого надо взять какой-то старый учебник. Что-то очень-очень-очень антикварное. Советских времен желательно. Или что-то такое. Ну, какой-то перечень слов. И все такое. У меня на сайте, на freestudio21.com есть учебник Плохотника. Плохотник. Сейчас напишу автора, как оно называется. Плохотник. Автор. English. Если я не ошибаюсь. Пятый класс. English. Пятый класс. И там это English, пятый класс, еще той эпохи, когда начинали английский учить с четвертого класса. Поэтому там есть, как считаются упражнения на чтении. Я несколько роликов сделаю на этот учебник, на упражнения для чтения. Кому надо, у кого эта проблема, чтобы можно было как-то потренироваться читать. Вы можете его там скачать. У меня с сайта по FTP. У меня без файлообменников все. И посмотреть, потренироваться самим. Как бы то ни было, если у вас все же возникают какие-то сложности. Если, ну, тяжело иногда. Вроде как открытый слов, закрытый слов. Но проблема в том, что из этих правил масса исключений. Например, вот слово put. Вот оно, по идее, ну, должно было бы подчитаться, но put читается. Слово gave, должно было бы jive читаться, но gave читается. Никакой логики. Есть очень много исключений. Поэтому, поэтому, если у вас такая проблема возникает, вы можете воспользоваться электронным словарем. Если вам трудно читать транскрипцию в обычном словаре, можете воспользоваться электронным словарем. Эбилингва, пром там, в общем, чем угодно. Они платные, но как бы то ни было, лучше там хоть демоверсию какую-то иметь и все такое. Если у вас этого словаря не имеется, вы можете зайти в Google, найти translate или перевод, или как он там по-русски, я не знаю. По-моему, translate называется. И там набрать на английском языке, только проверяйте, чтобы у вас English здесь был, английский. Значит, набрать слово, которое вас интересует. Он выдаст по-русски перевод, но перевод вам не интересен, вам интересна вот эта штуковина. Вы ее нажимаете, и Google читает вам слово. Коряво, через пень-колоду, но он его читает. И вы можете услышать, как оно читается. Самый верный способ. Google бесплатный, поэтому можно пользоваться в неограниченных количествах. Вот такое дело. Поэтому пользуйтесь интернетом, пользуйтесь Google и помните об этих правилах. Помните о правиле открытого слога, как что там читается. Вот это дело, sorry, вот это дело очень важно. Помните о вот этой последовательности открытого слога. Помните о закрытом слоге, как что читается. И помните о последовательности букв в закрытом слоге. И вам будет гораздо легче. Во всяком случае, простые слова вы сможете одолеть, вы сможете как-то их прочесть. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!